привет друзья с вами александр неверовский сегодня мы разберем вопрос почему щенок атакует наши ноги и руки а попросту кусает этот вопрос конкурирует еще с двумя вопросами такими пожалуй как собака подбирает земли и почему собака тянет но дело не в двух последних вопросах а именно в этом почему щенок нас атакует и кусает и многие породы щенки они достаточно большие уже с мощными челюстями и тем более с молочными зубами и я видел несколько людей у которых очень хорошие серьезные уже раны и так почему же щенок кусает в вашему щенку все равно что вам больно что вам плохо он преследует лишь одну цель научиться быть быстрым ловким храбрым что последствии убивать свою жертву и добывать себе пищу и этот и он стремится это с детства если бы ваш щенок жил бы со своими собратьями то кто-то из собратьев был бы этой жертвой и щенки на его нападали бы и так все учиться мир очень жесток но и очень справедлив поэтому когда мама видит как несколько щенков убивают одного щенка это щенок скулит она спускается например из будки подходит к наиболее рьяному щенку издавливают челюсти до тех пор пока щенок отпускает и происходя несколько манипуляций когда щенки нападают на своего собрата тот запищит они прямо отскакивают потому что их учит мама когда щенок запищит мама сразу убегает так все сделано природе принципе те люди которые в соцсетях так делают они поступают правильно есть еще несколько методов чтоб избавиться от навязчивых щенков которые кусают но все эти методы они хороши но почему-то носят характер запрета и это очень плохо а такие методы как удара газеткой по голове или по носу это вообще неприемлемы хорошо если это будет декоративная собака тогда ну вы не ставите цели а если это будет служебная собака и она будет подрастать и и она с хорошим характером она будет многократно хватать его за ноги и не с первого раза вы можете ее отучить и вы будете бить газеткой она будет упорно опять вас хватать то потом при замахе она может просто бояться и будет очень плохо инструктору он затратит много время на ее восстановление все таки я хочу сказать что я делаю все это цельно безусловно я запрещаю собакам дело есть много видов и это уже выложено в интернете как это все делается примеру можно стать полубоком и рукой отодвинуть показать эту зону вашего влияния можно подщипнуть запах как это делает мама и много других выводов но самое главное что я делаю я заменяю запрещаю но заменяю игрой это может быть тряпочка перевожу с ног и с рук на тряпочку это может быть лоскуток мягкой и удобной кожи и даже если ваш щеночек случайно это рвет и съест то ничего не произойдет она переварится и в общем-то успешно покинет его тело и самое главное что вы должны приобретая щенка ду знать что мы будем не только запрещать но и развивать щенка вы надо развивать его инстинкты потому что одними запретами вы добьетесь просто дикую злую или безучастную собаку с вами был александр ниверовский до свидания